Всем привет! Сегодня я с вами буду разбирать, что же у нас находится в этой табличке в статистике ежедневных начислений. Итак, давайте подробнее разберем. Смотрите, это скрин, являющийся продолжением видео, на котором мы показывали с Леной Романовой, что надо делать ежедневно для того, чтобы получать деньги. И сейчас я очень подробно вам расскажу, что здесь за цифры, откуда они берутся. Значит, смотрите. Давайте сделаем вот так. Сегодня как раз у нас 24 декабря, и я сегодня делать буду вот этот разбор. Давайте вот так чуть увеличу и на полный экран сделаю. Вот, идеально, идеально получилось. Значит, Лена купила пакет на 600 долларов и каждый день зарабатывает деньги. Значит, что мы здесь видим? Вот это написано. Итого, итого. iCash заработано сегодня. Что такое iCash? Это деньги, которые у нас являются внутренней. Ну, это наличка наша, которую мы оперируем. Значит, вверху у нас общий подсчет, как бухгалтерия. Вот здесь вы видите нули. Это нули означает, что больше здесь не было никаких комиссионных. Это состоит, эти данные, это комиссия первого уровня. То есть, в команде еще никто не приобрел. То есть, вы видите нули, 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 нули. Нули, нету ничего. Дальше. Бонус быстрого старта. Тоже вы видите нули. То есть, в команде еще никто ничего не купил. Дальше. Бонус объема продаж. За сегодня тоже нули. Дальше. Командный бонус XSE Sport Games. Это тоже, если бы была команда, были бы тут начисления. Дальше. Командный бонус GamesMart заработан сегодня. Тоже видите нули всю неделю. Дальше. Командный бонус Wall Street VIII заработан сегодня. То есть, тоже нули. Дальше. Бонус объема продаж заработан сегодня. Тоже видите нули. Дальше. Итого. Дискаверы IPM за сегодня. Тоже нули. То есть, везде одни нули. То есть, команда не работает. Никто ничего не делал. Можно считать, что команды нет. Заработок без команды. И так дальше. Всего. XSE Sport Games план IPM заработан за сегодня. Это то, что она делает сама лично. То есть, каждый день она зарабатывает 4.77, 4.33, 4.07, 4.34, 4.72, 4.50, 4.78. Это каждый день без приглашений. Эти же цифры. То есть, вот здесь и Итого. Это одинаковые цифры, когда вы никого не приглашаете. Вот и вот. Вот и вот. А вот здесь, вот здесь наверху, вы видите 14.07. Значит, что это такое? У нас есть в компании возможность зарабатывать вознаграждение под названием iRewards. И эти iRewards мы тратим либо на покупку товаров в магазине iRewards, товаров очень много, либо на сертификат Amazon, либо переводим на iCash, то есть на нашу наличку. Так вот, в данном случае, Лена, в общем, обналичила iRewards на iCash. То есть, 10.000 iRewards является 10 долларов. Итого получается 4.07 плюс 10, получается Итого 14.07. Дальше. На следующей строчке, Итого, iCash потрачено за сегодня. Из тех денег ежедневных, которые были заработаны. Что получается? Доллар 40 было потрачено. Это получается 30% от вот этой суммы. 4.77. То есть, у нас есть автопокупка. Axis eSports топ-ап. То есть, автопокупка, реинвест. Но здесь он называется топ-ап. И каждый день из заработанных денег, получается, идет реинвест. И за счет этого реинвеста увеличивается балласт на Axis eSports. И таким образом, общий баланс игровых SmartPix увеличивается за счет ежедневной репокупки. Дальше. Другая часть, 70%, она идет в наличку. То есть, вот они. 3.77 плюс 1.40, получается 4.77. Допустим, 3.04 плюс 3.30 равно 4.34. Дальше. Нет, не этот. 9.10, долларов 40 прибавить, равно 4.50. То есть, можете проверить. Здесь система работает четко на протяжении 9 лет. Поэтому эта система маркетинга была проверена федеральными службами США еще в 2010 году. Работает без каких-либо нареканий. Дальше. Вот это сумок 3.37, 3.03, 12, 3.04 и так далее, так далее. Вот эти суммы, которые вы можете спокойно собирать и выводить. То есть, это ваша наличка. Значит, смотрите. Всего iCash доступный. Вот как раз в этой строчке написано. И баланс доступного на сегодня iCash, iCash находящийся в ожидании, плюс iCash доступный. Значит, что это такое? Что это такое? Значит, на 15 декабря было доступно 3.56. Что значит доступно и недоступно? То есть, находящийся в ожидании. У компании есть возможность после оплаты возврата средств. И возврат средств осуществляется в течение 72 часов. То есть, ровно 3 дня. Ну, там по часам практически. То есть, если, допустим, клиент что-то купил и потом передумал, у него есть 72 часа на возврат денег. И, таким образом, деньги держатся 3 дня. То есть, ровно 72 часа. Так вот, допустим, 50 долларов собралось на 21 декабря. И эта сумма является минимальной для вывода денег. То есть, нажали кнопочку и отправили на вывод. Все остальное у вас как работало, так и работает. Без ограничений, без сроков действия. То есть, по коду компания будет работать, а работает она уже 9 лет. В следующем году, осенью 2018 года, компания будет уже отмечать 10-летний юбилей на острове Сайпан. В Тихом океане, это где Марианские острова. Если компания проработала более 5 лет, она уже прошла тот порог, когда компании закрываются в первые годы. Кроме того, компания прошла федеральную проверку, после которой редко какая компания вообще продолжает работать. Итак, если вам понятно, ставьте лайки. Непонятно, пишите в комментариях, что непонятно. Мы уже в следующих видео, либо на наших вебинарах расскажу более подробно про вот эти начисления. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всем пока.